я просто сидел играл в некровижен мочил всяких немцев во время первой мировой войны кровище везде летала просто офигеть но тут я открываю новости вижу что новый dodder и лайв extreme 3 я не фанат ядер и лайв играл только в пятую часть своей подругой но вроде понравилось нормально игра ничего такого но новая часть extreme 3 была запрещена в америке и европе наверное скорее всего странах в россии и странах снг из-за того что она очень сильно проявляет сексизм на некоторым это может не мешать почему тебе это может не мешать мой дорогой друг может потому что потому что ты голубой понятно ну да я этого не понимаю я этого никогда не понимал что же там такого сексистского в этой игре я не знаю что в этом плохого быть красивой девушкой играть волейбол я этого не находил как-то странным чем-то потому что я гетеросексуал это очень очень редкость сейчас а те кто отменяет такие игры и они обычно не всегда гетеросексуал и это меня очень удивляет наверное чтобы эта игра была более политкорректна наверное чтобы девушки имели бороду у себя чтобы как-то знаете чтобы дети не дай бог чтобы увидели красивую девушку чтобы что это такое мама я это меня очень сильно пугает а когда у них борода нормально я уже как-то привыкно я даже не знаю даже не знаю чтобы я сделал вот с теми кто запретил эту игру вот кто кто голосовал за это вот я я нет я бы нет ладно я бы этого не делал не надо насилие порождает насилие знаешь и это ничего не изменит начнем по порядку я не фанат дэдурэла как я уже сказал для меня это ничего интересного я знаю что феминисты ненавидят эту игру но например моя девушка моя девушка которая женского пола сейчас это тоже большая редкость иметь партнера разного пола что ты и она играет в дэддурэлайве ей нравится не знаю она как-то не говорила вот там большие дети типа кошмар но кому-то это мешает я как-то подумал вот я не знаю что хуже если например ребенок увидит как их не родители играть в дэддурэлайв леддурэлайв экстрим на playstation и они вдруг видят красивую оверсексуалайз женщину и он подумает ух ты как интересно или он будет играть до десяти лет с мускулистыми мужиками пластмассовыми по пояс голыми и будет их 2 и 2 с двумя мужиками будет их вот так вот так вот будет их вместе бить кстати это глян офигенная фигурка да я даже не знаю что сказать еще такого интересного я написал об этом в одной группе по металл гир и я знаю группа металл гир такая фан группа в фейсбуке и может я написал что это может показаться не связанным с металл гир и вообще какого хрена я решил этим поделиться но подумайте то может быть всего лишь начало и тем более компании торги эту игру я забыл как она называть стекла по моему текла по-моему я играл в третий нижа гайден на нинтендо еще над эти да помо они тоже самое сделали ну ладно это японская компания которую сдавал игру и они побоялись ее в америке издать потому что на этом тут трындец творится в плане цензуры и всего прочего но другие компании могут подумать также например тоже экономик который издавал металл гир вспомним квайт снайпера хороший персонаж если мы не будем думать о внешнем хорошо написан хорошо исполнен актриса и может даже много не говорит но все таки трюки и голос как начали говорить даже это офигеть как было и да может быть тут писали одни фанаты что им квайт нравится но они не хотели и чтобы она была такие в такой одежде знаете чтобы было видно все и вот эти вот когда она приближали на ее задницу были иногда моменты я не находил это как-то не знаю не хотел снимать штаны и начинать мне как-то просто я находил это забавно я даже считаю что это просто сделано ради забавы это не сделано ради того чтобы ты играл держал джойстик или клавиатуру в одной руке и другой рукой ты там делал свои дела не это сделано потому что у людей есть идеи и они пытаются думать чтобы сделать новенького такого потому что вроде по идее должно больше и больше свободы слова развиваться но как-то наоборот какие-то волны идут я так понимаю не знаю бумажку который николас кейдж своровал музей вам там было написано что свобода слова это так вам это главная идея всего всей америке но по-моему это потеряло кому оторвалась наверное когда они ее заново смотреть когда запрещали эту игру они не смотрели на депутацию а там наверно замазали кто-то не закалом замазала и не было видно и я не знаю надо фильм об этом сделать третью часть брать николатица кейджа потому что он начал во всяком дерьме сниматься но я не знаю слышите это слышите по моему этот голос из космоса из может быть из другой вселенной и он что-то хочет сказать этим феминисткам my cock is in your bum you filthy fucking slut next i'll do your mum you pair of dirty fucking moles now suck more dick you wrap your lips around my cock and fucking gag and not another word up the fucking arse it's all around the world you take it up the arse it's all around the world you love it in the arse and everybody knows it up the fucking arse i bet your arse is taking up the fucking arse не поймите меня неправильно я уважаю феминисток феминисток которые действительно делают что-то стоящее в мире например не знаю помогать женщинам иметь те же права что и мужчины в разных странах но те феминисты что то что единственное что они делают в своей жизни это бегают и запрещают фильмы и игры где показаны женщины у которых более пышной формы чем у них самих и вообще более похожи на женщин чем они сами я таких людях задумываюсь сколько у них хромосом в позвоночнике или где обычно хромосомы есть я забыл уже я ну реально нереально можно было запретить я вот это не понимаю можно запретить полно вещей которые действительно можно хорошо если запретить например эти журналы мод вот где всякие скелеты показывают разукрашенные которые нормальный мужик никогда нормально не посмотришь с удовольствием из-за этих журналов и не только женщины я говорю о мужчинах тоже там показывают всяких сладких смуглых парней в всяких журналах мне это противно смотреть что есть девушки которые действительно красивые в форме и все они не смотрят на это на это говно и они становятся анорексиками такие вещи действительно надо запретить там просто есть одна проблема всякие журналы мод у них очень много бабок и и они дают феминистам и всем этим по-немному чтобы их не трогали молодцы ребята к тому же чего они топились этим что запретили игру в Европе и Америке эта игра это эксклюзивно PlayStation 4 у меня PlayStation 4 нету я говорю мне пофиг на эту игру вообще да выглядело может смешно и интересно может попробовать один раз поиграть а потом забыть но как говорят я все же сначала ну ладно игровую хватит на PlayStation 4 а у PlayStation 4 нету он не заблокирован регионально то есть можно на Amazon купить японскую версию за те же деньги в принципе придется платить за доставку это ничего страшного и играть в эту игру на японском и даже на английском по-моему да да она точно я знаю она есть на английском языке так что что чего они добились запретив продажу этой игры есть интернет есть есть хотя бы свобода покупать вещи по всему миру хоть за это спасибо оставьте нам это 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 будет хорошо но в чем прикол я так и не понял что я я